Петроградская страна И очень промышленный район Ленинграда И самый старый Отсюда начался наш город Да, и самый высокий Все купола и шпили города просматриваются с этой вышки сверху вниз И это не единственная высота, взятая Петроградским районом Пройдемся по нашим предприятиям Здесь трудятся свыше 50 тысяч энтузиастов, разведчиков будущего Это их руками созданы умные машины и аппараты Это их энергией успешно выполняются задания семилетки Пройдемся по нашим предприятиям И вы убедитесь в том, что рядом с вами творятся удивительные вещи Поистине удивительные По-разному удивительные Этих привлекательных людей мы застали на заводе красногвардейц Заседает экономический совет фирмы Заседаниями нас не удивишь Это мы сами умеем Еще как Но на красногвардейце успевают еще и поработать Это здесь творят современное чудо Искусственное сердце человека Или искусственные почки Великоваты, не правда ли? Ну это не беда, носить их не придется Зато служат они как настоящие Или, например, железные нервы Обладая ими, главный инженер объединения Виктор Михайлович Кузанков Легко и бестрепетно наблюдает вот такое литье под давлением Как на старой дрезине В духе старых традиций Никто не скажет, что на заводе работают и ванны, не помнящие родства Помнят Не забывают Так сказать, свято хранят При всем при этом Обратите внимание, как ритмично он работает Ритмичнее, чем все предприятие в целом Гораздо ритмичнее Кстати, о ритмах, мелодиях И вообще о делах музыкальных Вот фабрика имени Луначарского Это коллектив с хорошей Заслуженной славой Со званием предприятия высокой культуры Наряду с ювелирной ручной работой Здесь существует и остроумная техника Рожденная инженерным разумом коллектива И создают здесь продукцию такого качества Что можно сказать без преувеличения Хочется петь Поразительны на фабрике некоторые особенности труда Например, никто не покидает территорию до окончания смены Работу покидают, а территорию ни за что Как говорится, проходная на замке Войти можно, а выйти, извольте, подождать Автор этого распредложения Директор фабрики Мышенков Михаил Степанович Секундочку Теперь, пожалуйста Мы на Химфармзаводе Приятно встретиться с мыслящими, солидными, знающими руководителями предприятия Которая стоит на страже здоровья советских людей С удовольствием представляем Слева направо Главный инженер завода Работнов Николай Константинович Секретарь парторганизации Лукичева Екатерина Александровна Директор завода Стаховская Владислава Антоновна Обстановка нашей беседы почти стерильна И убеждает в том, что все здесь более-менее благополучно Хотя, конечно, есть свои мелкие недостатки механизма Например, вот этого механизма Видите, как трудно он работает? Как гриппозный Это импортная немецкая поточная линия Для распасовки жидких лекарств За нее заплатили 36 тысяч золотых рублей И вот Не хочет работать То ли она никак не акклиматизируется в атмосфере завода То ли ее никак не переведут на русский язык Даже для нашего объектива не хочет поворачиваться Очень привередливо Ей нужны грамотные наладчики Качественная бумага, пузырьки, капельницы, колпачки Вот и соображают руководители То ли как-нибудь раздобыть для нее все это То ли попробовать так уговорить А расфасовка тем временем идет полным ходом За 7 часов эта женщина упаковывает 4000 пакетов А руководители соображают А работница фасует Говорят, что и дома ее руки продолжают эти движения Шутка ли? Человек не машина, его рубильником не выключишь Капризное дело эти машины Вот это Вся нафарширована лекарствами А работает как дистрофик Она может наслаивать драже Ровно и с точной дозировкой Может, но не хочет Тоже наладчика требует А человек ничего не требует Правда здесь уже не до точности Но зато и без капризов Вылечит? Пожалуй нет, еще не вылечит Пришли мы на фабрику овсетной печати И почудилось, что не уходили с хим-фармзавода Ну что скажете? Кота Счетная машина Двадцатый век Техника Предприятие Почтовый ящик Номер Впрочем, то самое, где директором Глеб Павлович Образцов Сейчас К нашей общей радости Там налаживается Образцовое хозяйство Только этого не видно Во-первых, с объективом Не очень-то полезешь в этот почтовый ящик А во-вторых, потому что Вообще-то не очень видно Говорят, например Что должны были провести Комплексную механизацию Двух цехов Потом добрость в нархоз Оставил только один Но и там на слух Никакого движения А до конца года осталось всего-то ничего По самому детскому счету На какие же ноги они становятся? И где вообще у них ноги? Ничего не видно Хоть глаз выкали Правда, все это только слухи Но зато из достоверных источников О том, что технический прогресс Прошел через завод-вибратор Своими семимильными шагами Мы также узнали из первых уст Директор завода товарищ Дамский Был в отъезде И этими первыми устами Оказался главный инженер Товарищ Смирнов Он рассказал нам Про грандиозное завоевание предприятия Поточные линии Про станки с программным управлением Редкостную организацию дела Здесь точно знают Кто именно возглавляет маршевые колонны новой техники И идет, как говорят, впереди прогресса Вот и они Колонны на марше Говорят, все движется Взгляните на конвейер И вы увидите Не все движется в этом странном мире Правда, работницы пошевеливаются Но они знают, что идет съемка И как могут стараться для святого искусства А это уже не инстанировка Невозмутимо делает свое дело токарь Волков Бракодел Дипломированный Пятого разряда Поразительно, что у него есть ученики Вот ведь какое бывает бракосочетание А вот конвейер, который движется Так сказать, порожний рейс Здесь установлено оборудование для окраски В электростатическом поле И тормозушка деталей Наши деды заплакали бы от зависти Если бы могли увидеть Но деда не увидят И не заплачут А увидят они вот что Или вот это Нет Деда не заплачут От такого должны пролиться Более современные слезы Но сухие глаза Стоят замечательные станки С программным управлением Стоят и ждут Когда ответят за них Эти И другие уважаемые товарищи Ах, вибратор, вибратор И куда он только не вибрирует по временам За четыре года Увеличил производственные площади На семь тысяч квадратных метров Хорошо, молодцы Но площадь Но площадь пока еще не производственные А складские Этот штамповочный участок Должен быть введен в эксплуатацию 16 июля По многократно перенесенным срокам Мы снимали 10 июля Не слишком обнадеживающий пейзаж Сегодня 26 Как там у вас дела, товарищ Дамский? А теперь нас ждет Завод Электрик Наконец-то мы увидели Работающие конвейеры Вот один из них Но это середина технологического процесса Пожалуйста Вот начало А вот конец Товарищи Болотников Недорезов, Егорычев Об этом конце и начале Стоит подумать Ну как ваше настроение? По-прежнему Бодрое и сатирическое А я, честно говоря, спасывала Местные юмористы На заводе Знамя Труда Оказались сильнее нас Признавая свое поражение Мы уступили наши лавры Директору завода Товарищу Гладкому Вот, например, стружка В удельном весе местного производства Она занимает ведущее место Из паковки весом в 205 килограмм Делают 170 килограмм Этого веселящего серпантина Ну а остальное идет в деталь Всего каких-нибудь 35 килограмм Можно, конечно, использовать существующие прессы Но тогда план по стружке Окажется на грани катастрофы Товарищ Гладкий не так просто Катастрофу он не допустит Какую-то связь со всем этим Имеет предлагаемое сооружение Это пресс Вот уже три года он прессует Собственным весом Почву заводского двора И скоро отметит юбилей Под чутким руководством товарища Гладкого Смотрите, как невозмутим руководитель В непосредственной близости от машины Судьбе злополучного пресса Явно не грозят перемены Не все на заводе смешно Есть и серьезные вещи Введен стендовый корпус Для испытания арматуры И старинная кишка Здесь приходит на помощь новой технике Введен в эксплуатацию Участок комплексной механизации сварки Но в нужном месте Не предусмотрели тельфер И в механизации Теперь безотказно действует приспособление Эй, ухнем За четыре года Производственные площади Увеличились на 11 тысяч квадратных метров Это легко увидеть В обстановке травильного участка Который своими условиями труда Навевает воспоминания О безвозвратном детстве русской индустрии А после трудов праведных Можно и перекурить Для такого приятного занятия Нет более подходящего уголка Чем этот транспортер Он недвижим Не стучит Не гудит Не отвлекает от мысли О положительных итогах Плодотворной деятельности Итак, дорогие товарищи Удивительные вещи творятся рядом Да и не только рядом Взять хотя бы нас самих Шли мы на предприятие района С целью снять все хорошее Светлое И сняли Много Но решили оставить на вторую серию Не можем же мы уподобляться Этим монументальным стендам Которые со всей большевистской прямотой Говорят о выполнении государственного плана А план действительно выполняется? И скромно умалчивают о Так называемых неполадках Сама жизнь Внесла изменения В наши замыслы Та самая жизнь Которая бурлит У проходной завода Полиграф Маш Первая декада месяца Вторая декада Третья декада Внимание, товарищи Вы посмотрели фильм Который снят без единого осветительного прибора На пленке А2 И обработан фенедоновым проявителем Эта технология дает значительную экономию Картина создана на киностудии Ленфильм Гревот уже около года Не соберутся внедрить эту прогрессивную технологию В производство